Дорогоценные, я хочу сегодня обратить ваше внимание на удивительное Слово Божье, на удивительный стих, который сказал однажды царь Давид. И вот что здесь написано. Псалом 31, 1 и 2 стих. Там перед этим написано, что это учение Давида. Если вы откроете свою Библию, то увидите учение Давида. То есть, оказывается, этот псалом, его нужно воспринимать как учение, а не просто как эмоции, какие-то духовные мысли. Так вот, учение Давида там написано. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Итак, Давид говорит о блаженстве, он говорит о счастье человека. Кто из вас желает быть счастливым? Естественно, я думаю, что только неразумный человек желает быть несчастным. Да исцелит каждого неразумного Бог, но мы все разумные люди, желающие быть счастливыми. Давайте применим это слово сегодня к себе. Потому что Давид, наполненный Духом Святым, он говорит о том, кто может быть по-настоящему счастливым. Блаженство, это значит не просто какое-то мимолетное счастье. Блаженство, это значит счастье во всей полноте. Это значит счастливая жизнь. Когда сердце наполнено радостью, ликованием, миром, вот это счастье. И вот на что я хочу обратить ваше внимание в этих стихах. Когда мы видим учение Давида, которое показывает нам сам Бог, мы верим так, что все Писание Бога духовновенно, то мы внимательно наблюдаем, кто же это счастливый человек. И вот что я вижу, что это человек, которому Бог не вменит греха. Знаете, слово «не вменит» можно было бы современным языком сказать «не предъявит». То есть блажен человек, кому Бог не предъявит грехи. То есть грехи есть, но Бог не предъявит по какой-то причине эти грехи этому человеку. И вторая часть. И в чьем духе нет лукавства, нет хитрости. Вот этого лукавства, нечестности. Итак, все, что я вижу в этом учении Давида о том, какой человек будет по-настоящему счастливый, это две части. Во-первых, этому человеку не будет предъявлены грехи его. И во-вторых, значит, чтобы в сердце этого человека не было лукавства. Я внимательно смотрю, потому что я понимал, что счастливый человек – это тот, который научился не грешить. Это человек, который исполнил закон, и поэтому он будет жив, поэтому он будет наполнен благословениями. Весь Ветхий Завет наполнен этим учением. Если ты согрешил, ты должен умереть. Грех, он разрушает каждого человека, он разрушает семьи, он разрушает тела и души человеческие. Но если ты исполняешь закон, то ты будешь наполнен счастьем, ты будешь наполнен жизнью. Но я читаю здесь, и я не могу увидеть этого. Может быть, Давид что-то пропустил в этом учении. Но вот что я думаю сегодня. Это пророческие слова, которые Бог сказал о настоящем счастье, которое ожидало однажды человека. О том особенном времени, когда Бог не будет предъявлять грехи, как это было в Ветхом Завете. И о том, когда Бог сделает человека способным не лукавить, не прятаться, не защищаться, а быть свободным, радостным, прощенным. Теперь давайте посмотрим в Новый Завет, который, конечно же, ближе к нам. И вот что я хочу вам показать. Я хочу показать теперь великое разочарование апостола Павла. Я думал так и назвать проповедь, но потом скажу, как я по-другому ее назвал. Но следующее, что нам надо увидеть, это великое разочарование апостола Павла в своей борьбе с грехом. Давайте посмотрим это послание к римлянам. Но перед тем, как откроем, я хочу вам напомнить, для тех, кто, может быть, не знает, что послание к римлянам – это самое доктринальное послание во всем Новом Завете. То есть это определенное вероучение апостола Павла, которое он предлагает церкви, прежде чем поедет туда, потому что он не был в Риме, и это послание сильно отличается от других, которые были такие, знаете, ситуативные. То есть какая-то ситуация случилась, какая-то проблема в церкви случилась, там, в Фессалониках, в Колоссинам, там, Коринфинам. И он пишет письмо церкви, как бы отвечая на эти вопросы и стараясь решить эту ситуацию. Поэтому, ну, они какие-то такие особенные, конечно, каждое послание. Но когда мы читаем послание к римлянам, оно не ситуативное. Это вероучение апостола Павла, которое он представляет церкви перед тем, как туда поедет. Он говорит, перед тем, как я поеду, я хочу представить вам это учение, чтобы нам увидеть, одинаково ли мы верим, одинаково ли мы мыслим. Поэтому давайте вот так теперь посмотрим на это послание. О чем же пишет этот взрослый муж Божий, этот апостол, который уже начал не одну церковь? Который пишет и представляет нам вероучение этой церкви? Давайте посмотрим. Послание к римлянам, 7 глава. С 18 стиха я вам прочитаю. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, добрая, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха». Потрясающее учение, не правда ли? Которое передает нам апостол Павел. Это очень интересно. Что же я здесь вижу? Я вижу сильное разочарование. Может быть, кому-то придет мысль, возможно, апостол Павел еще не дорос все-таки. Но, может быть, ему еще что-то не открылось. Он не научился еще справляться с грехами. Он еще не научился, наверное, жить так, чтобы не грешить. Может быть, нам сегодня открыто что-то больше? Кто, интересно, из вас может сказать, что я научился не грешить совсем? Помашите мне рукой, пожалуйста. Вот дети, да. Аминь. Я согласен. Это так. Ребенок легко говорит. Да. Вот я такой. Почему-то все остальные мы молчим. И в этом случае мы не сильно-то отличаемся от тех людей, которые однажды притащили блудницу, которую застали в прелюбодеянии. И они притащили ее, бросили к ногам Христа и говорят, закон учит нас побивать таких камнями. Что ты скажешь? И Иисус опустил голову и не хотел даже смотреть на них. А потом он им сказал эту знаменитую фразу. Кто из вас без греха первый? Брось в нее камень. И точно так же никто не поднял руку. И точно так же никто не смел поднять этот камень после этих слов и осудить эту блудницу. Все разошлись. Поэтому мы понимаем, что несмотря на то, сколько мы лет в церкви, несмотря на то, как бы духовно мы себя духовными какими бы ни считали, мы признаем, что какие-то грехи случаются в нашей жизни. Мне так стыдно об этом говорить. Но и я в том числе. И вот давайте посмотрим, может быть я немножко еще подолью масло в огонь. Иакова, 3 глава, 2 стих. Это апостол Иаков. Может быть проблемы просто с апостолом Павлом были, да, с нами вместе с ним. Но Иаков в 3 главе, во 2 стихе говорит. Ибо все мы много согрешаем. Апостолы, что с вами? Как так? Как это все мы много согрешаем? Я очень благодарен Богу за то, что наша Евангелие честная. Я так благодарен Богу за этих апостолов, которые писали письма церквям и не боялись за свою репутацию, не боялись за свой авторитет, потому что их надежда была не на то, что они свой какой-то пример особенный покажут, но на то, что они покажут на Бога, который дает выход из этих тупиковых ситуаций. И что же я вижу в этом послании? Я вижу крик души апостола Павла. Он кричит, я не знаю, как справиться с этим грехом. Кто избавит меня от этого тела смерти? Я стараюсь, я тружусь, но я не знаю, как справиться с этим грехом. Что-то остается в моей жизни. Господи, скажите, кому из вас знаком этот крик души? Да, спасибо. Мне он очень хорошо знаком, потому что я точно так же кричал, Боже, помоги. Я знаю, что каждый честный христианин, который желающий жить с Богом, он однажды так вопил. Господи, помоги, избавь меня от этих грехов. Ну что же, давайте посмотрим то, что говорит апостол Павел после того, как показал свое разочарование. Он говорит, итак, я вижу, значит, что вот так все плохо, но теперь 25 стих. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И в таком предвкушении я собираюсь читать дальше, потому что он говорит, я разочаровался, я не знаю, как справиться с грехом. Но благодарю Господа моего Бога, Иисусом Христом. И я в предвкушении того, что, наверное, Иисус Христос научит нас, как все-таки жить без греха. И я внимательно читаю дальше следующее слово за словом. Итак, это тот же 25 стих. Тот же самый, я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. Вот так приплыли. Апостол Павел, ты о чем? Как это возможно? В одном стихе. В одном стихе ты благодаришь Бога, а за что ты благодаришь тогда? За то, что ты умом своим стараешься Богу быть послушным, а плотью продолжаешь грешить? За что же ты благодаришь? Раньше, знаете ли, не было разделения на главы. То есть оригинальный текст, он просто свитком вот так вот идет. Просто идет, 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 идет. Поэтому давайте не будем обращать внимание на главы, просто будем читать дальше, потому что у нас, в наших Библиях, это начало следующей, восьмой главы. Итак, первый стих. Давайте посмотрим. Итак, опять итак. Там был первый итак, здесь второй итак. Нет ныне никакого осуждения тем, «Которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И что же мы здесь с вами видим? Мы видим что-то подобное, то, о чем учил Давид несколько тысяч лет назад. Когда он говорит о счастье человека, и он не, и в этом перечне нет того человека, который бы исполнил закон. Я задумался, когда готовился, интересно, почему Давид не показал человека, который бы исполнил закон, и он был бы по-настоящему счастлив. Я ответил для себя так, потому что Давид не нашел ни одного такого человека. И поэтому он показывает счастье, которое в другом. И здесь апостол Павел тоже не рассматривает никакого учения. У меня такое чувство, что здесь как будто между этими главами еще одной главы не хватает. Как будто сюда надо поставить учение. Он говорит, бедный я человек, я разочаровался, но теперь пришел Иисус. Но теперь логично, что он научит, как жить без греха. А он не учит, как жить без греха, а он показывает, как жить, чтобы тебе ничего не было за грехи. И вот как я назвал эту проповедь. Кому за грехи ничего не будет. Аллилуйя! Мне кажется, это очень интересная проповедь должна быть. Потому что мы говорим о том, как нам спастись от этих грехов. И здесь нет учения, которое бы показало и научило нас, как нам жить без грехов. Но есть учение, которое дальше раскрывает апостол Павел. И показывает, как нам жить, чтобы не быть осужденными за эти грехи. Это потрясающе. А после этого он говорит, и если вы будете так жить, чтобы не быть осужденными, то в результате вы автоматически будете жить без грехов. Как вам нравится такая логика? Это удивительный план Божий. Я думаю, об этом апостол Павел, размышляя, говорит, «О, какой премудрый ты! О, бездна премудрости и богатства! Кто мог познать ум твой? Кто мог отследить то, что ты собираешься сделать?» И вот дальше, давайте шаг за шагом, увидим это учение, о котором говорит апостол Павел. То есть, один человек будет грешить и будет за это осужден, справедливым Богом, а другой человек, он будет согрешать так же, но он не будет осужден. Нет никакого осуждения, как написано этому человеку. И разница в этих двух людях в том, что один живет по плоти, а другой живет по духу. Видите вы это или нет? Да, я понимаю, это сомнительно очень звучит, я согласен. Поэтому здесь нельзя остановиться, нельзя на этом поставить точку, иначе меня закидаете потом камнями. Но теперь давайте поговорим и постараемся ответить на этот вопрос, который меня лично очень интересует. Если, живя по духу, я не буду осужден, если в этом выход научиться жить так, чтобы не быть осужден, и научиться так, чтобы Бог не предъявил мне эти грехи, то что такое жить по духу? Что это значит? Жить по духу. Давайте увидим то, что апостол Павел говорит дальше. Послание к римлянам, это 8 глава, следующий, третий, четвертый стих мы прочитаем. «Как закон, ослабленный плотью». То есть апостол Павел дальше раскрывает, помогает нам понять, как эта схема работает. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Итак, то, что здесь написано, что закон, ослабленный плотью, был бессилен. То есть если жить по закону, если просто стараться научиться жить так, чтобы не грешить, то это невозможно. Мы не способны жить так, чтобы не грешить. Мы не способны принять какое-то учение, которое бы освободило нас от грехов. Это невозможно. Мы живем в плоти. И она очень ослабленная. Она очень слабая. Ни один человек не способен жить праведно. Об этом говорит апостол Иаков. Именно об этом говорит апостол Павел, разочаровываясь во всех своих стараниях, во всех учениях, которые, я думаю, не одно он прошел, как научиться жить без греха. И он говорит истину за истиной. Первое. Грех осужден. Грех осужден. Постарайтесь сейчас быть внимательными и услышать то, что я скажу, потому что здесь требуется разум, наверное, чтобы постараться все вместить, понять. Но потерпите, здесь об этом идет речь. То есть однажды грех вошел в этот мир. Он вошел законно. Понимаете? Ничего на этой земле не может происходить вне законов Божьих. Поэтому, когда грех однажды вошел в эту землю, на эту землю, в жизнь человека, он вошел законно. Как? Адам с Евой пригласили его в свою жизнь. У Адама с Евой была власть на этой земле, и они, используя эту власть, которую дал им Бог, они пригласили через непослушание этот грех в свою жизнь. Грех законно вошел в человечество. И через это стал разрушать. Разрушать поколение за поколением. Грех передается из поколения в поколение. Каждый человек заражен грехом. Но все это на основании закона Божьего. Грех не мог действовать незаконно на этой земле. Но так как каждый человек сначала принял греховную природу, а потом осознанно, сам в здравом уме все-таки продолжал грешить, передавая эту греховную природу дальше, грех на основании закона разрушает каждого человека на этой земле. И никто не может спастись. Но вот что сделал Иисус, когда Бог послал Иисуса Христа на эту землю. Он родился не от греховного мужчины. Он родился от Духа Святого, как мы знаем, через непорочное зачатие. Эта греховная природа не была передана Ему. Кроме этого, сам Он не приглашал грех в свою жизнь. Он не согрешил ни разу, чтобы открыть двери своей жизни для греха. Но грех, этот маньяк, дьявол, который привык вторгаться в жизнь каждого человека на основании греха, он вцепился за Иисуса. Он решил уничтожить Христа, так же, как уничтожал всех людей. Но когда Он это сделал, Иисус не стал противиться. Когда все эти бесы вцепились в Иисуса, Он не стал противиться. Он не стал воевать. Он позволил, чтобы они, вцепившись в Него, пришли на этот крест. Он позволил, чтобы Его безгрешного распили. Знаете, что произошло в этот момент? Грех согрешил. Понимаете? В этот момент, до этого момента грех действовал на основании закона по всей земле из поколения в поколение. Но в этот роковой момент для дьявола, для всей его армии, он согрешил, он поступил незаконно. Он распил, он уничтожил на этой земле жизнь безгрешного человека. Это противозаконно, по Божьим законам. В результате, Бог осудил грех. Дорогие, грех сегодня, благодаря Иисусу Христу, осужден. Вы видели когда-нибудь осужденного человека? О, воздайте славу Богу! Грех осужден. Он сегодня не имеет той власти, которую имел все эти тысячи лет до пришествия Иисуса Христа. Грех сегодня осужден. Это как человек, который, какой бы он сильный, мощный, каким бы маньяком страшным он не был, но вот он осужден, он сидит и все, и он ничего не может уже сделать. Грех сегодня осужден. Поэтому Писание говорит, что теперь у нас появилась возможность жить не по плоти. Сегодня у нас появилась возможность не быть рабами греху, как это всегда было. Сегодня у нас появилась возможность жить по духу, потому что каждый человек, который уверовал в Иисуса Христа, получил Духа Святого. И в каждом человеке, который поверил Иисусу Христу, живет Святой Дух, живет сам Бог, который дает свои мысли, свои желания. И сегодня Бог призывает нас, живите не по плоти, живите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Живите не по плоти, выберите жить по духу, и вы не будете осуждены. То есть даже если ты упадешь, даже если ты на этом пути споткнешься, даже если ты согрешишь, Бог поднимет тебя, Он даст тебе покаяние, Он очистит тебя и поможет тебе идти дальше за Богом и жить по духу, и Бог не осудит тебя. Не придет смерть, разрушительная в твою жизнь, потому что Бог будет прощать тебя, Бог будет покрывать тебя кровью Иисуса Христа. Апостол говорит, живите по духу, тот, кто будет жить по духу, не будет осужденный. И теперь мне надо понять, как же жить по духу, и вот как это проявляется. Давайте сразу читать следующий, пятый стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас, если же кто духа Божьего не имеет, тот и не его. То есть сегодня Бог рассматривает людей не так, что кто исполняет закон, а кто не исполняет закон. Эта тема закрыта, никто не мог исполнить закон, и Бог освободил нас от этой темы вообще. Но какая теперь тема открывается в нашей жизни? Живешь ты по духу? Избираешь ли ты слушать Духа Божьего? О чем ты помышляешь? Жизнь по духу проявляется в том, о чем ты думаешь. И это не просто мысли, которые у тебя сейчас хорошие. Это не просто мысли, которые иногда тебе хорошие залетели. Нет. На чем ты базируешься в жизни? О чем ты мечтаешь? О чем ты размышляешь постоянно? Что ты выбираешь в какой-то ситуации? Знаете, очень интересно проявляется то мышление, в котором мы живем. Обратите внимание, что здесь, в послании к римлянам, в 8 главе, апостол Павел несколько раз говорит, после того, как показывает, как жить по духу, он несколько раз говорит, мышление, 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 о чем ты думаешь? Потому что помышления плотские суть смерти. Потому что помышления духовные, жизнь и мир. Потому что плотские помышления, вражда против Бога. Потому что... И дальше он показывает мышление. То есть нам надо выбрать, о чем мы мыслим, о чем мы мечтаем. Помышления духовные, жизнь по духу. Я думаю, это когда ты мыслишь о том, как исполнить волю Божью. Помышления плотские, это когда ты думаешь о том, как тебе сохраниться на этой земле. Помышления духовные, они ведут тебя в небо, они говорят, помышляй о горнем, они ведут тебя в эти мысли, как исполнить волю Божью. Помышления плотские о том, как выжить на этой земле. Столько трудностей, столько проблем, столько переживаний. Господи, если я не позабочусь, кто обо мне позаботится? О дети мои, о жена, о муж, Господи. И вот эти помышления, они Богу угодить не могут. Помышления плотские, все приземленные, суть смерть. Потому что конец всему человеческому на этой земле, смерть, однажды все это будет уничтожено, как Писание показывает. Но исполняющий волю Божью будет жить вечно. Вы знаете, я удивляюсь иногда, когда вижу мышление. Вот, допустим, в нашем чате, у нас есть церковный чат, да, кто знает, что у нас есть церковный чат, молитва, ободрение, там у нас разные чаты есть. И вот появляется объявление. Дорогие братья и сестры, сестра, служитель едет с конференции, подростковая какая-то конференция, она была там спикером, она возвращается домой, она проезжает в наш город. Кто бы мог встретить ее, принять у себя дома, накормить, дать ей возможность отдохнуть и вечером отвезти в аэропорт. И тишина. Я в шоке, если честно. Я думаю, как, 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 как так-то? Как так? Почему, почему нет лесорук? Думаю, как так? И это мышление наше. Я думаю, о чем мы думаем? Проезжает помазаница Божья. Я думаю, братья, у вас чего? Нет жен неверующих, о которых вы молитесь и думаете, эх, как бы ее привезти к Господу? Помазаница Божья проезжает. Да поговори ты со своей женой, неверующей, скажи, слушай, дорогая, тут трудность есть, одна нужда есть. Надо на денек приютить одну женщину, несчастную, бедную. Давай поможем, пусть она у нас отдохнет, вечером ее отправим дальше. Просто проездом проезжает. И эта несчастная, бедная, в кавычках, она придет в твой дом, она наполнит его светом. А Бог может дать то слово к твоей неверующей жене, которая разрушит это неверие в пух и прах. Понимаете? Я помню прекрасную историю, которую вы тоже, конечно, знаете, как одна женщина вместе со своим мужем, они решили построить, сделать пристройку, комнатку пристроить к своему жилищу, для того, чтобы пророк Елисей, который мимо них постоянно проходил, чтобы он мог останавливаться и отдыхать у них. И вот они сделали эту пристройку. Елисей проходил, отдыхал. И вот несколько раз он так проходил, останавливался. И потом говорит своему слуге, Геезию. Говорит, слушай, эта женщина, она принимает все время, так хорошо. Что бы сделать для нее? Братья и сестры, я вам хочу открыть секрет. Помазанник, каждый помазанник Божий, он просто жизненно нуждается в том, чтобы кого-нибудь благословить. Он без этого не может просто. Он не может спокойно жить, если он кому-то что-то не даст. Если он кого-то не благословит, если он кого-то не исчастливит, это внутри его распирает. Бог хочет просто через него действовать. И он не может спокойно жить без этого. Это маленький секрет. Так вот, этот Елисей говорит, может быть, с царем поговорить о ней. Вы знаете, что в результате эта женщина исцеляется от бесплодия и рождает сына. И вся ее жизнь меняется, наполняется новым светом и радостью. Я думаю, родители, неужели у вас нет детей, за которых вы молитесь? И тут проезжает спикер, помазанная женщина с конференции подростковой. Это же кладезь. Где лес рук? Я думаю, неужели вы бы привели ее, она же могла поговорить с вашим сыном или дочерью, и Бог мог бы сильно ее использовать. Как Иисус говорит, нет пророка в Отечестве своем. Да, нас дети, бывает, не так воспринимают, как человека, который мимо проезжал, но как сказал от Бога. Раз и попало. И жизнь изменилась. Иисус говорит, что сыны века сего, они догадливее сынов света, то есть нас с вами, догадливее о своем роде. Я представляю, если в какой-то организации тоже подобный чат, допустим, и в этом чате закидывают объявление. Дорогие товарищи, значит, у нас мимо нашего города, Новосибирска, проезжает один миллиардер. То есть его надо встретить, надо его накормить, дать ему денек отдохнуть, и чтобы вечером проводить его на аэропорт. Мне кажется, этот чат стал бы красным. Все бы сказали, я, я, нет, я первый написал смс-ку. Нет, а я лично позвонил. Поэтому ко мне, пожалуйста. Почему? Они понимают, они догадливые, они понимают, что от миллиардера можно чем-то попользоваться. Дорогие, ну давайте будем догадливыми, размышляя о Божьем, размышляя о духовном. Я иногда разговариваю с родителями и говорю, как дела, как что. У них уже взрослый, допустим, сын, и они говорят, о, потрясающе вообще. Ты не представляешь, как Бог благословляет нашего сына. Я как? Говорит, он устроился в такой магазин крутой, и он получает теперь такую зарплату, и, значит, компенсации там такие-то, и социальный пакет, и все просто супер. Мы так благодарны Богу. Я говорю, как у него с Богом? Ой, об этом не спрашивай. Ну, да, не хочет он ничего слышать, никуда вообще. Вообще он в этой теме, вообще это не его тема. Чему ты радуешься? Жизнь, мгновение. Заканчивается жизнь. Жизнь, кому нужна работа, где ты работал, кому нужны деньги, которые ты зарабатывал, социальный пакет, вечность откроется, наказание за грех, смерть. Если человек не примирился с Богом через Иисуса Христа, все его останется, все достоинство на этой земле, он пойдет в ад. Чему ты радуешься? Понимаете? Я не говорю о том, что хорошая работа – это плохо. Я говорю о том, что есть что-то более лучшее, есть более важное что-то, о чем мы молимся, о чем мы по-настоящему радуемся, о чем мы мыслим, какие моменты мы пропускаем, какие не пропускаем. Я буквально пару дней назад услышал, что тоже в каком-то из наших чатов, что есть нужда, как что-то, снег, когда тепло было, упал у женщины во дворе и замерз, потому что сразу заморозки были. И она к бане не может пройти. Я думаю, о, классная возможность. Звоню, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Она не догадалась, скорее всего, кто это. Я говорю, вам нужно там что-то убрать. Она говорит, да, договорились уже. Значит, брат Андрей приедет, он поможет мне в обед все это убрать. Я думаю, эх, не успел. А с другой стороны, я радуюсь, конечно, это классно, это здорово, что эти нужды, как горячие пирожки, разлетаются. Так должно быть, когда мы помышляем о духовном, когда мы мыслим Божьими категориями, Божьими ценностями. И Писание говорит, что тогда мы не будем осужденными. Потому что в этом образе жизни мы даже не заметим, как будем превозноситься над всякими желаниями плоти, как будем разрушать эти плотские помышления Духом Божьим. Давайте позволим Духу Божьему увлечь нас за собой, дорогие братья и сестры. И мы не будем осужденными. Кто-то скажет, ну да, здорово, неплохо, но я буду думать о хорошем, помышлять о горнем, и тогда мне можно, в общем-то, грешить, и ничего страшного. Я вам хочу один пример еще прочитать быстренько. Послушайте. В странах Латинской Америки прерывание беременности – это серьезное преступление. Знали об этом? Это преступление, которое приравнивается к убийству. В Сальвадоре прерывание беременности – это убийство особой тяжести. В Мексике ввели уголовную ответственность за прерывание беременности. Стыдно признать, но в России аборт не является преступлением. Можно, если вы хотите прервать беременность, можно приехать в Россию, и вам ничего не будет. Когда я смотрю на жизнь некоторых людей, которые вроде уверовали, им так нравится слышать учения о благодати, что они могут согрешить, и им за это ничего не будет. Но такое чувство, как будто они переехали из одной страны, где нельзя было грешить, в ту страну, где можно грешить. И больше ничего не изменилось. Но когда Давид преподает нам свое учение, знаете, первое без второго не бывает. Когда он говорит, блажен человек, которому прощены грехи, которому не будут предъявлены грехи, счастье состоит из двух частей. С одной стороны, когда Бог к тебе добр, и Он прощает тебя. Но есть другая сторона, когда в твоем сердце нет лукавства. Когда ты не используешь это учение для того, чтобы лгать, для того, чтобы узаконить грех в своей жизни, для того, чтобы блудить, это несовместимые вещи. Это две части одного целого. Прощение Бога. И когда ты избираешь жить без лукавства, когда ты избираешь жить в честности. Апостол Павел говорит об этом. Давид в Ветхом Завете говорил об этом. Последний пример, который вам приведу, это пример Иисуса Христа, который умер за наши грехи, а потом воскрес из мертвых и пришел к своим ученикам. Написано, что в течение сорока дней, в течение сорока дней он являлся воскресший перед своими учениками. И чему же, интересно, он их учил. Послушайте. Деяние, первая глава, с первого стиха. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, и всем о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым после страдания своего, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Воскресший Иисус Христос, Который умер за все наши грехи, не учил больше о том, как нам не грешить. Он учил нас, о чем надо думать. Он учил нас, к чему надо стремиться. Он показывал, куда надо смотреть, о чем надо помышлять. И если ты будешь туда смотреть, если ты будешь думать о Царстве Божьем, если ты будешь думать, как исполнить Его волю, Бог превознесет тебя над всякой похотью, над всяким нечистым желанием, над всякой трусостью, которая заставляет тебя лгать, хитрить, лукавить. Бог даст тебе настоящую победу, если ты последуешь этому учению, воскресшего из мертвых Иисуса Христа, о Царстве Божьем. Если ты возьмешь это приоритетом своей жизни, если ты будешь молиться о том и радоваться о том, когда Бог будет совершать спасение в твоем доме, в твоем родстве, на твоей работе, в твоей церкви, если ты будешь думать о том, как сделать лучше, чтобы в церкви у тебя было, это все Царство Божье. Думай о Царстве Божьем, размышляй о Царстве Божьем, мечтай о Царстве Божьем, и даже если на этом пути у тебя что-то не будет получаться, даже если ты будешь ошибаться, праведника, который падает семь раз, Бог поднимет. Он сможет встать, Он сможет пойти дальше в том же направлении с победой, переходя от силы в силу, переходя от славы в славы, как? Как от Господня Духа. Дух Божий поведет тебя, и тебе ничего не будет за грехи. Субтитры создавал DimaTorzok Глава 먼 Робби Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Аwesia